Ученики и педагоги школы номер 11 приняли активное участие в межрегиональной акции «Читаем Павла Петровича Бажова». Ряд мероприятий прошли на этой неделе, приуроченные к празднованию 140-летия со дня рождения русского писателя. Ольга Шестакова расскажет подробности. В 2019 году отмечается 140 лет со дня рождения русского писателя Павла Бажова. В Свердловской области он объявлен годом писателя. В связи с этим событием для учащихся разных возрастов школы номер 11 был разработан ряд мероприятий в рамках межрегиональной акции «Читаем Бажова». Самая главная цель, которую мы преследуем, это, конечно, приобщение наших детей к культурному наследию. И прежде всего к культурному наследию Урала. Потому что мы глубоко убеждены, что средствами учебных предметов мы, конечно, формируем человеческие качества и видим в каждом нашем ученике патриота. Но патриот начинается с малой родины. И поэтому быть патриотом сегодня – это знать свою историю, культуру и гордиться теми достижениями, которыми славен Урал. Мероприятия для ребят прошли в трех творческих мастерских. Ученики начальной школы в изо-студии проявили свои творческие способности. Они рисовали гуашью героев сказок Бажова, лепили из пластилино-малахитовую шкатулку и с помощью техники пластилиновой живописи изображали каменный цветок. Ребята раскрывают в своих работах впечатления, эмоции, чувства. Они беседуют с нами, со взрослыми, рассказывают, какие ценности и какие качества они увидели в героях сказок Бажова. Это люди добрые, люди честные, люди щедрые. На мероприятии присутствовало много гостей. Активное участие в акции приняла глава города Наталья Тихонова, которая пообщалась с ребятами во время творческого процесса. Самые такие главные хорошие качества – это дружба, помогать тем слабым, кто просит, чтобы помогать. И это всегда окричало всех на уральской земле. Потому что добро, справедливость, дружба – это те самые главные качества, которые мы будем надеяться, что вы когда-то уже вырастите, не забудете. И будете обязательно об этом говорить. Во второй творческой мастерской также ребята начальной школы, которые принимали участие в городских конкурсах чтецов, выступили с показательными выступлениями. И вместе с педагогами и гостями читали сказы Бажова. Ученики 11 класса в театральной мастерской под руководством режиссера театра-лицей осуществили постановку спектакля «Карна Великая», где рассматривалась главная проблема – что время пришло. К чему пришло время, рассуждали гости, ученики и педагоги. Время пришло перемен. Мы увидели, что в те традиции, которые были, даже в тех одеждах, которые у нас были, наши артисты, появляется новый человек – Данилов, который дает новый импульс. И то, что до этого говорили, что, ну, наверное, уже все, и на покой пора. Нет, все-таки время пришло к переменам, к переменам в лучшую сторону. В рамках акции подведены итоги конкурса рисунков и оформленный стенд с лучшими работами детей. Проведение таких мероприятий, по словам Елены Быстровой, необходимы как для детей, так и для педагогов. Считаем, что вот такие формы в рамках неурочной деятельности, они сближают педагогов и детей. Мы становимся роднее и ближе, и самое главное, что и мы открываем свои чувства и впечатления о прочитанном, и дети делятся с нами тем же. Своим мнением о проведенных мероприятиях в рамках межрегиональной акции «Читаем Бажова» и ее важности в воспитании молодого поколения поделилась глава города Наталья Тихонова. Что уже традиционно, по сказам Бажова, с самого детства для нас должно быть самым основным. Это, конечно, добро, это справедливость, это ценность дружбы, это помощь тем, кто нуждается. И вот, наверное, те самые светлые ценности, которые должны быть воспитаны в молодом поколении, мы это и воспитываем. Да, здесь у нас система образования, здесь ответственные родители, здесь самые талантливые и понимающие дети. Очень хорошо, что в городе Азбесте такая акция поддержана, и мы вновь возвращаемся к самым лучшим качествам настоящего человека, который любит свою родину, а значит и любит свой родной город Азбест. Ольга Шестакова, Максим Фетисов, Новости АТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова